Привет, друзья! Ну что, вы соскучились? Сто лет в руки не брал камеру. Если буду подтупливать, войдите в положение, потому что немного отвык. И сама картинка, если кто-то вспомнит, то это Sony X3000, моя маленькая белая торпедка. Сейчас я вам постепенно все-все буду рассказывать. Так, вылезаем. Сейчас надо будет немножко машину почистить. У меня, к сожалению, вчера сломалось четко. Блин, новостей на самом деле полно. Хочется все сразу рассказать, но так, конечно, не получится. Из самого, наверное, главного и интересного маме вот такую машину взяли. Это у нас Кая, Е5, китаец. Вот такого беленького цвета. Мапа, здоровайся. Здрасте, здрасте. Я потом обязательно запилю обзор. А вот эта Шкода старенькая пойдет к Кате. Она сейчас в больнице, не с нами. У нее есть целых два видоса. Она там все рассказывает, показывает. Зачем она туда легла и почему? Я сейчас дочищу. Садись. Грейся. Вот у нас тут Москву немножко заваливает. Последний раз, когда я снимал видос, осень еще была. Но много времени прошло. Вот тут щетку купил от фирмы TELS. Она уже сломалась. Не выдержала вчерашнего снега. Я ее вот так вот вытащил. Буквально по крыше провел. Она треснула. И приходится вот так вот ее держать. Сейчас поедем в онлайн. И заберем новую щетку. Но едем мы, естественно, не просто за щеткой. Мы тут, брат, покупали телевизор TCL. Классная картинка. Все замечательно. Только одна проблема с подсветкой. Сдали его буквально на следующий день после покупки. Вот буквально сегодня пришла новость, что можете либо на новый поменять, либо забрать деньги. Блин, как же здесь. Немножко в кроссовки залетело. И, короче, возьмем деньги и купим Xiaomi. Он чуть подороже, поменьше дюймов. Но, блин, нет веры. Хотя пишут, что TCL классные телеки. Но нам попался вариант с херовой подсветкой. То есть она просто мерцала. Непонятно, как работает. Мы сначала думали, что это просто какая-то херня. И мы неправильно его настроили. Но оказалось, что нет. Он с какахой. Так, вот тут сейчас чистим лобоуху. И валим. Я его выкинуть уже как можно быстрее хочу. Конечно, качество такое себе. Так. Ну, вроде бы все. Едем онлайн. Там у меня часы настенные. Я маме купил. Ну, еще только не забрал. У меня там флешка. И что еще? А, ну и щетка. Ну и потерюку решим вопрос. Потом приедем, выкину ее. Хоп. Все. На месте. Самое интересное, это багажник не открывается, замерз. Заглазировался. Ты его не откроешь. Это надо прям там чуть ли не ножом вот так вот шкрябать, потому что там толстый слой намело. Если здесь можно залезть сверху, допустим, с сиденья, что-то достать, то можно не достать. Ну, это лифтбэк, а то сюда. Хотел вам рассказать в целом, как у нас с машинами произошло. Катя уже говорила, я говорил у себя во влоге, то, что в декабре у нее будет экзамен. И встал вопрос покупки машины. В итоге что решили? Шкоду Кате, машину... Мама предложила отдать машину Кате, потому что я редко сейчас выезжаю вообще куда-то. Я предложила Кате кататься на моей машине. Но при этом маме же тоже нужна машина. А потом неожиданно Андрей мне пригнал новую машину. Ну, потому что все равно что-то надо тебе на чем-то ездить, правильно? Ты хоть и нечасто, но тем не менее. Рынок БО это вообще полная жесть, ребята. Потому что тачки из-под такси сейчас стоят по полтора миллиона. Это всякие полос, солярисы, они в достаточно странном состоянии. Вот здесь, смотрите, пробег 82 873 километра. Но это машина Шкода 1.4, 150 сил. Из этого пробега, наверное, 60 по трассе, когда я автопутешествую. Да больше даже. Ну, сколько ты на ней наездил? 2005, наверное. Все остальное, ну, 95% это трассы. Поэтому тачка неушатанная. Я когда менял на ней масло, мне сказали, что мехатроник, коробка, сам ремень, все в отличном состоянии. Я просто заплатил за замену масла и фильтров. Так вот, рынок БО перегретый, полная жесть. В итоге стали смотреть на китайцев и выбрали КАИ. Она 147 лошадиных сил. Это 150, по-моему. Да, 3 лошади разница. Там стоит вариатор из функции. Ну, наверное, следует, конечно, туда залезть и все показать. Здесь, конечно, побольше в шкоде функции. Сами сиденья немножко поудобнее. Если, ну, на далекие расстояния кататься. Но так как у тебя микро-поездки, мам, мы же тебя не обделили, правда? Нет, конечно. Вот. И единственное там, конечно, приколдеса, то, что есть люк. Сейчас, понятно, зима, им особо не попользуешься. Но летом, ну, по кайфу. Особенно, мне кажется, женщинам, с учетом того, что, ну, когда, чтобы прическу, да, не растрепать, открыл ее наверх, да, и сидишь, кайфуешь. Ну, тогда будет ракет. Тогда раз туда. Ну, такого, конечно же, не будет. Я обязательно покажу. Но чуть попозже это сделаю, может быть, в следующем влоге. Потому что сейчас я выбежал и решил спонтанно. Все, буду снимать влоги и не делал каких-то анонсов у себя там в телеге. И все, ребята, я возвращаюсь. У меня, правда, была какая-то апатия, не хотелось снимать. И, ну, немножко я как-то вот приуныл. Сейчас вроде снова появился стимул и буду снимать. Тем более, я думаю, многим нравится картинка вот с этой экшн-камеры. Первый самый влог, который появился на моем канале, он был именно записан на Sony. Только это была X1000, по-моему, версия, которая не снимает в 4К. А потом уже, кто очень давно смотрит канал, знает, что я купил X3000, который мне привез Ваня Байден. Это руководитель Travel Payouts, партнерской аффилиатской программы Aviasales из Сингапура. Буквально на следующий день после анонса. Так, мне бы перестроиться. Потому что что-то я тут как-то это... Вижу, что соседние полосы летят. Но ничего, сейчас это сделаем. Ремонт как-то. Ну да, там что-то он мутит. Нет, по-моему, крышу чистят. Что я сказал? Надземный-подземный переход. Жесть полная. Ну, это вот как раз то, что я говорил. Не обращайте внимания, привыкаю к камере. Машину взяли новую. Стоила она 2.144. Нам еще надавали кучу ништяков. Но об этом, опять же, позже расскажу. Покупал я ее Рольф. Ой, да. Рольф Вешки. Да, все правильно. Рольф Вешки. Я там покупал и вот эту Шкоду, и Бэху. Даже две Октави я там покупал. 180 сил и вот эту. Да и все. И там это получается Кая четвертая машина. Какие, а то какая. По поводу качества не могу сказать. Но, опять же, она на гарантии. Там 3 года или 100 тысяч километров. Что наступит раньше? Господи, два раза в месяц выезжаю на работу. Да, да. Так что тебе будет норм. Но эта машина, она уже пятилетняя. На ней, на самом деле, надо ездить. Я думаю, Катюхе вообще по кайфу будет. Даже с точки зрения вот какого-то будущего развития, да, там коляски, фигаски появятся. Здесь все-таки лифтбэк удобно погружать. Там-то все-таки вот этот проем все равно немножко, да. Не такой удобный. А так тачки, ну, плюс-минус схожие. Вам останется только дождаться небольшого обзора. Надо будет как-нибудь у тебя ее взять, куда-нибудь поставить и позаписывать. Просто, может быть, даже отдельным роликом. Либо в режиме влога. Мы посмотрим. Тут все заговнилось. Погода такая, на самом деле, странная. Вчера плюс два, сегодня минус три с половиной, четыре градуса. Ночью до восьми будет. У меня тут загорелся значок, что нужно долить не замерзайку. Сейчас я вам покажу, какой я пользуюсь. Все. Тачку я выключаю. У меня в багажнике сейчас 60 литров, блин. Я просто к тому, что если любите не замерзайку, которая не пахнет, то вы можете пользоваться. Она проверена на морозилке. При минус 18 не застывает. Вот так вот выглядит. Вот, смотрите. Glide Ultra Effect минус 30. Я просто терпеть не могу. Вообще не замерзайку. С любым запахом. Дорогие покупал. Вообще не мое. Все какие-то химозные. И вот эта вообще недорогая. За пятилитровый баллон, по-моему, 110 рублей. Сами понимаете, на АЗС сейчас 4 литра, блин, по 500 рублей. Ну нафиг. А сейчас такие расходы, мы по МКАДу с тобой проехали, сколько раз я брызгал. Оплата какая-то будет, да? Берем? Да. Оператор. Да. Мы забрали товар и решили просто посмотреть цены. Вот эта 3,5 литровая 519 рублей и Liqui Moly 680. Не, ну это, конечно, жесть. С ароматом дыни. Не, это все, короче, фигня. Хотя там написано без резкого запаха, но какие бы, я говорю, не брал, все равно фигня. Иди покажу кое-что. Я взял флешку себе. Это флешка для камеры. У меня их не осталось. Так я обратила внимание, подумала, думаю, какую-нибудь рекламную бумажку. Не, не, это флешка. А это я эти часы купил на кухне. А почему, может, ты не размер там не посмотрел? Как так? Что я посмотрел? Кайф? Как раз для моих глаз. Ну, я специально ее подбирал. Красная стрелочка, видишь? Тем более я привыкла уже, чтобы меня там... А я всегда смотрю, у тебя на кухне место, а там нет часов. А тебе раньше не нравилось. А сейчас? А сейчас, да. А сейчас нравится. Привычка эта называется. Знаешь, как отличность. Спасибо. Поможешь убрать, да? Да. А щетку в итоге Кате купили вот такую. У тебя есть одна батареечка? Да, батареечку одну найдем. Найдем? Да. А эта флешка просто для камеры. Это надо быть хвостик какой-то. А, ну это я тебе сделаю. Все. По телеку тоже оформили возврат. Буду ждать, когда девушки вернутся. И потом тогда купим Димке другой телек. Ну, надеюсь, что быстро придут. Все, товар забрали. Сейчас себе залью канистру. Уж не очень хочется попадать нам Кате в ситуацию, когда... Ой, нет воды. У меня такое уже бывало. Это, конечно, полная жесть. Вот тут моторчик ракочет. Я уже отвык, конечно, от Шкоды. Но тачка очень удобная. Ребят, я вам отвечаю. Я об этом уже говорил. Несмотря на то, что у меня вольвешник, я считаю, Шкода это прям курбокушка. Офигенная машина. И спать можно. И сам багажник здесь огромный. Зато что это лифтбэк. Закрой, пожалуйста, багажник. Вообще холод. Вроде 4,5 градуса, ребят. Но ветер такой дует прям. Пипец. Сейчас я камерку поставлю. Да, видок, конечно, будет такой себе. Ну, куда ж тебя поставить, дорогая? О! Все записываю. Почти вся пятилитровка влезла. А тут сам бачок 5,5 литров. Это тоже очень охеренно для России. Кстати, в Кае он 2,5 литра, по-моему. Что-то очень холодно. Я из дома вышел, нормально было. Сейчас пил. Я прям даже еле дошла. Так. Как-то. Мерзко очень сильно. Да, есть такое. Все. Я старую щетку выбросила. Вот эта штучка. А ты выбросила? Да, не надо. Езжаем на платку. Потому что сейчас в Москве будет полная жопа. Все время не пишет. Необходимо пополнить баланс. Всегда. Ну смотри. До дома 39 минут. Вообще отлично. Да, вообще. Сегодня когда? По бесплатке час 20. Сейчас параллельно с Катюшей голосовыми сообщениями обменивался. Она там бедная страдает. Есть хочет. Возможно этот видос ее немножко разразнит. Потому что мы с мамой едем в Макдональдс. Что-то так захотелось кофе-ку взять по бургеру. Операция у нее была. Удалили ей в итоге 5 зубов. Один с кистой. 4 зуба мудрости. Они у нее не вылезли. То есть были под десной. Под общим наркозом. Все это делали. Но все более подробно и детально уже Катя там расскажет. Покажет. Она и в палате записывала. И свои ощущения. Я сам еще, конечно, не видел этого видоса. Потому что это все на флешечке. И параллельно я ей говорю то, что... Ну она голодная. Не наелась. Там на ужин какую-то капусту, кефирчик. Там еще что-то дали. Агушу. Я говорю. Давай, иди сходи к бабуле, которая разносит еду. Чтобы еще что-нибудь тебе подкинула. Либо еще капусту, либо абушу. Потому что когда я лежал в Чнилс. Я не знаю, как правильно. Чнилс. Ну да, по-моему, так называется. Я подходил к бабусе. Говорю. Я не наелся. Дай мне еще котлет. Там то, сё. Ну я-то с носом был. Поэтому мне жевать норм было. И когда, собственно, операция на зубы, на челюсть, у них там особое питание. Им не дают твердое, все перетертое в основном. Вот. Поэтому как-то так. Я думаю, я ее прям максимально призываю. Или, блин, я не знаю. Заказать, может, ей доставку какой-нибудь суп. Ну горячее и твердое нельзя. Надо прям, типа, куриный бульон с яйцом. Ну вот, не более. Хотя это, на самом деле, там не особо, по-моему, приветствуется. Ну, типа, что дают, то и ешь. Фиг его знает. Ты как думаешь? Можно? Ну, заказ, навряд ли. Видишь, это же сторонние, состоронние, как бы, который вдруг отравится или что-то, чтобы не было потом претензий. Вот я не знаю. Клиника кормит у нее соя, как бы. Потому что я-то ничего не заказывал, когда я лежал. Ел вот всю вот ту баланду, которую давали. Чудимка, да? Я надеюсь, вы соскучились по видосам с Макдональдса. Короче, Ма, тебе бургер и три креветки, да? Угу. Кисло-сладкий и кофейку. Верно? Отлично. Я, наверное, тоже. Может, еще картошки к себе возьму. Или наггетсов. Что-то давно не ел в Маке. Ну, в смысле, во вкусные точки. Что-то не подходит к трубке. Здравствуйте, что будете заказывать? Здравствуйте. Большой капучино. Ага. Латте большой с доп молоком. На 1184 ма набрали. Ничего себе мы с тобой. Да вообще они как-то подорожали все так резко. Да. Что, два бургера и три креветки и кофе. Еще на гице взял. Да. А, на гице еще. Бляха-муха. Я раньше на 500 рублей брал. Две больших картошки, два бигмага, кока-колы. Большие соусы. Считал раньше 500 рублей. За 500 рублей это уже огромный счет. Да. А сейчас? Ты сейчас. Ну, там, наверное, креветки дорогие. Они вроде рублей сколько там? По 300, что ли, стоит? Ну, три штуки не 300. Там четыре минимума. Сейчас с тобой тогда встанем. Девять штук я брала в прошлый раз. 400 тысячен стоили. Девять штук. Угу. Я говорю, встанем тогда на заправку, как обычно. Приятного аппетита всем. Едем в наше излюбленное место. Тут, конечно, такая горочка. Хочешь поиграться? Нет. Ледянку надо купить. Да. Попробовать поездить. Да, сейчас Катюха, конечно, увидит. Скажет, вот вы сволочи, а. Бургеры вкусные жрете. А я там капуста перетерта. Не густо. Сильно не густо. И мы тут с бургерами, да, с тобой? Как издевательство, да, какое-то? Она нас сейчас покусала. Да. У тебя один? Да, мне один. Так удобно с этой камеркой. Она такая маленькая. Можно хоть в упор вот так вот снимать. Практически не мешает тебе, да? Ну не лезь ты мне под руки. Ну давай, просто это же влог, ма, понимаешь? Надо все показывать. Вот сюда прямо вот надо не... Да, да. Это артхаус, понимаешь? Иди нафиг. Козел. Смешная такая. Да, мне смешно вот так. Ну, ну. Что вам не смешно скажи? Козел. Мое выражение, любимая. Один раз услышал, это было столько лет назад, я ругнулась в машине. И причем с каким-то выражением таким ругнулась. Андрей. Вытянутым таким, таким злым, таким... Козел. Там кто-то подрезал тебя, и вот это вот сколько лет уже прошло. И вот столько лет нас, да, прошло, и это так прижилось. Андрей всегда надо мной сначала это... Подсмеивался. Ну, типа, козел. Да, мам? Да, мам? О, и все, и потом вот это так понадобилось. Пошло-поехало. Пошло-поехало. Теперь это козел просто фирменное наше семейное это... Выражение, да. Выражение. А регистратор поставила? Нет, конечно. Вот так вот. Катались уже, будем сейчас домой ехать. На, держи. Теперь давай второй. Это тебе я сделаю. Угу, почему? Как они теперь это делают? Это упаковка, что у нас лука нет. Ну, в смысле, наклеечка, да, чтобы не перепутали. Все понятно. И здесь то же самое. Укусно. А копеек все, да, уже размешан, точно не снимал. Так, потом наггетсы и креветки съемим. Угу. Вот такие тут у нас в Москве кучки. Просто на повороте. Еще не все успели убрать. И мы уже практически дома. Сейчас сходим с тобой в магнит. Что-нибудь пожрать вкусненько возьмем. Ммм? Хорошо. Только это бы мы не пожрали сейчас вкусненько в маке. Не, ну так что-нибудь. Еще домой еще пожрать возьмем. Попкэт. И он как-то выборочно. Причем мы машину отогнали. Помнишь, да? Я мужикам говорю, сейчас отъеду, почистите. И они в итоге... Ну, я отъехал отсюда, и они просто свалили. В итоге только это... Как его, Жорик зовут? Как его? Гриша. Гриша. Гриша, да. Только ему почистили. А здесь нифига. Попросил. Так я тоже попросил. Я говорю, я сейчас отъеду, вы давайте сделаете дело. Просто Гриша просил и стоял над ними. А мы-то отъехали и уехали. Они уехали. И они уехали. Господи, скажут, ну что, попросил и уехал. Ну да. Что хотел еще вам показать, ребят. Я тут впервые в жизни никогда не пользовался. Взял зимние дворники. Вот они. Вот такие. Вообще офигительная тема. Я даже не ожидал, что это будет так круто. Стоили, по-моему, с переходниками 1900 рублей. Это Алка Винтер. Многие их знают. Они, конечно, сильно подорожали. Раньше подешевле были. Но я кайфанул. Потому что у меня прошлые стандартные бошевские. Вот этот Аэротвин. Очень хреново работали. Там была наледь. И в итоге скрип. И постоянные полосы. Я эти нацепил вообще по кайфу. Видимо, там и сама резинка. Немножко из другого материала. Я задумываюсь. Надо бы мне какие-нибудь зимние на Вольву взять. Потому что там я страдаю периодически от этого налета на дворник. А мы сейчас с мамой пойдем в магнит. Как я и говорил. Возьмем напитки. Чего-нибудь вкусненького. Красота. Сюда не добрались. А где здесь забираться? И тут машины стоят все время. Сейчас я кофеек допью. Все, го. Интересно, камера не запотеет? Отрезка перепадов температуры не норм. Возьми. Да? Спасибо. Семечки, да? Семечки появились. Бери пару пакетов. Я смотрю, они такие. Они полосатые. Вы, ребята, мне так и фанули. Вот эти семки. Они только маленькие. Но такие несподручные. Братья, их хватает реально на 15 минут. Офигенные. Попробуйте. Не, ну давай возьмем три штуки. У нас целая пачка есть большая вроде. Кваску я бы взял. Только лицкого. Может быть здесь он? Нет, тут всякий тархун. Кола. Ой, я что-то сбил. Извините. А вообще что-то классное. Нет, ну это есть русский дар, но мне он прям совсем не нравится. Нет, там тоже не то все. Нет. Может колу возьмем, Рич? Она вроде ничего такая. Ты пьешь, я как-то не рвану. Нет, это вообще гранат. Ну давай ее одну возьми. Одну хватит тебе? Да, конечно. Да я так, знаешь, пивнуть что-нибудь после семечек. Можно, конечно, и воду, но хотел с чем вкусенком. Какой я гранатный сок брала? Ну как он? Ну ты пробовал кислятина, но, наверное, бесконечно. Вкусный, который мы брали, это, помнишь, я пакет такой белый с красным крестиком, азербайджанский, который надо разбавлять. Ну это ты его где брал? В лобусе? Не помню где. Вот он самый вкусный был. Он как будто вот натуральный, не разбавленный. Ой, я себе чудо возьму. А я себе что возьму? Хочешь сырочечки? Не хочу никакого. Я хочу какое-нибудь чудо. Мне, кстати, понравилось. То, что вы посоветовали, это масло творожное, брянское. Ага. Вот упаковка на самом деле, ну такая неказистая, но вкусная. Понравилось тебе? Как раз на завтрак, давай возьмем. Да я вот думаю, да. Я хотел что-нибудь посвежее взять. Блин, вот это 26. Да я думаю, все знают. Вот тут 22 число, а там 26. Вот. Вот эти, кстати, недавно брал. Иришки намороли. Вкусные, очень вкусные. Ну возьми, возьми. Не, я сейчас второй раз не буду. Я не знаю, что себе пару сырков. Вот такие я беру. Светлогории. С какао. Очень вкусные. Да и все, в принципе, мне точно больше ничего не надо. Все, пойдем. Ну вообще, очень помпезно, я считаю. Очень. Красиво. И лифт сам приезжает. Смотри, это искусственный интеллект здесь. Понимаешь, определяет? Или, смотри, там кнопка под кором, когда на него ступает. Лифт в нитке. Как раньше писали. Помню, дом какой-то там обслуживания. Там высокая культура и быта. Да, да, да. Лифт, правда, застревает через день. В лифте люди застревают. Зато сам приезжает. Зато сам приезжает. Открывает двери. Ковры персидские у нас тут приходят. Вот так вот. На мне батарейку уже новую. Я вот сегодня записывал. Уже почти все кончилось. Я хотел сказать, что пока мы ехали, денежки за телевизор поехали на карту. Поехали за телевизором? Сразу? Пока не разделись. Правда? Нет. Нет, пришли денежки. Да, правда пришли. Да. Быстро. Нет, ну мы только чтобы... Надеюсь, камера-то не села. Мы как раз спрашивали в течение трех дней. Еще раз меня записывай. Я не знаю, на каком моменте оборвалась. Давай. У меня еще одна батарейка есть. Итак, дубль два. Телевизор TCL. Моделька 55P637 4K Ultra HD. Не брать. Не брать. Даже когда я настраивал телек, ты помнишь, я вырубил в комнате свет, иначе я даже не видел, что есть, что там написано. А потом он раздуплился. Да. А потом, когда мы уехали, мне звонил Димка и говорит, что она сама по себе живет. Мы отключали все эти адаптации света, чтобы он не реагировал на изменения картинки, контрасты. Ну, то есть в какой-то момент все ярко, и тут же начинает блекнуть. А потом он вообще говорит, вообще перестал включаться. И на самом темном режиме, при этом настройка сотка по яркости стояла. И я его на следующий день привез. И, видимо, по-другому... Ну, не привез, а сдал. Ну, сдал. Даже сутки не прошли с момента покупки. Так что, ребят, такое знакомство с брендом произошло негативно. И хотя мы, когда настроился на яркость нормальную... Отличная картинка была. У него была картинка такая живая, достаточно природная такая. Не было искусственных цветов, то есть сам экран был... Да, самая матрица я подтверждаю. Но такая не то чтобы плоская, в меру. И я такое очень люблю. Но, к сожалению, неудачный опыт. Сейчас, собственно, переоденусь и, наверное, посижу, повтыкаю. Смотрю телеки Xiaomi. Надеюсь, они неплохие. По крайней мере, по отзывам вроде как ничего. Хотя и TCV я брал по отзывам. У него было 4.8. Смотрел в CityLink. И многие писали, вау, вау, крут. Ну, блин, может быть, нам не повезло. В любом случае, деньги вернули. Все окей, онлайн-трейд в этом плане молодцы. Там ребята в сервисном отделе вообще крутые, всегда идут навстречу. Ну, все, короче, повтыкаю. Ну, если что, я потом включу камеру и вам покажу, что выбрал. Сейчас попробуем эти часы. Между прочим, знаешь они откуда? Из Беларуси. Город Витебск. Улица Максима Горького. 42, доп. 3. Ура, мы любим Беларусь. Работает? Пошла. Слушай, а прикольно они идут, смотри. Видишь? Тут конструкция такая. Они бесшумные, да? Да, хлипенькая, конечно. Да ладно, господи, они на стене. Двери нет, хлопать не будет, стена не будет сотрясаться. Поэтому положи пока сюда на уставку. Вот так будут стоять, да? Нет, я их помню. Они похожи, как будто на вокзальные какие-то. Есть такое? И раз я тут у часов, вам покажу коллекцию машинок Тёмика. Это у нас оригинальное Лего из Форсажа 8. Это Defender. Если не ошибаюсь, забыл, как моделька называется. Land Rover. Прикольная. Ничего не буду трогать, потому что если вдруг что-то отвалится, потом будет ныть. И Бэха. Вот такая беленькая. Немножко вот тут мне не нравится какая-то фигня. Какое-то пространство большое. То ли он неправильно собрал, потому что должно он по идее вот так вот, наверное. А тут такие дырки. В общем, вот это и вот это Китай. А это оригинальное Лего. А полочки взяли в Ашане. В общем, ребят, мы тут с мамкой посидели, попердели и решили выбрать Philips. 55 дюймов. Но это так говорят. Мы не пердели, конечно же. Вот за 40, чуть дороже, конечно, чем TCL. Надо будет ещё немного денег добавить. Он, конечно, не такой технологичный с точки зрения финтифлюша, как, соответственно, к Xiaomi. Но, опять же, у Димки есть, помнишь, приставку я ему отдавал к Xiaomi, которая подключается, полноценная, андроидовская, помнишь, да? А потом мы Apple TV купили на замену. Вот то, что... Вот, она у неё есть. Если что, она её подключит и будет пользоваться. Так что всё нормально. Зачем ему приставка-то нужна? Ну, там можно приложение устанавливать и т.д. и т.п. У неё компьютер есть? Я просто не знаю по поводу Philips'а, как там что устанавливается. Если там YouTube, это ДТП, ну, мы с тобой что решили? То, что эту фирму знаем, Philips' у нас был, должен быть нормальный. Что на неё YouTube не устанавливается? Почему? Да в любом случае. Там есть какая-то операционка. Я просто не знаю, как она сейчас выглядит у Philips'а. Но у неё есть, как я и говорю, приставка. Поэтому у неё никаких проблем не будет. Сам бы у нас проблем не было. Это правда. Ну, я очередной раз. Вот видишь, сверху кнопка, и вот тут загорелась. Всё, уже давай, репортаж начат. Мы сейчас собираемся в онлайн-трейд. Снова купим телевизор. Только что его показали. И у меня есть две штуки, которыми я хотел поделиться. Очень вкусные конфеты. Ребята, вот впервые вот такой манпансио. На заправке. На заправке. Тут марго и ананасовый. Такой приятный вкус. Если увидите, возьмите. И второе. Вот сейчас будет бесить то, что я немножко конфету чавкаю, сосун. Купил себе вот такого барашка. Это у нас Columbia, да, фирма называется. Спортмастер купил. Практически не вылезаю сейчас из неё. На улице холодно. Вообще такая кайфовая, мягкая. Две с половиной тысячи, да, по-моему, она стоила? Я ещё помню. Ну, я ещё там какие-то баллы использовал. Вообще офигительно. Мне так классно в ней. Мальчишки, утепляйтесь. Я это к чему? Когда мы были в Таиланде, там же есть Uniqlo, и не нашёл я таких. Они там не продаются. При этом есть в тёплой куртке, и вот это всё. А барашков не было. Потому что первого барашка, Катя, вот я купил, собственно, дневнику. Ну, и я тебе купила. Ну, этот мне прям очень сильно нравится. Он прям клёвый. Вообще такой мягенький. Не, ну, тёпленький, мягенький, да. Так что, ребятки. И зимой классненько. Я днём, когда мы с тобой ездили, в одной футболке погнал. Но когда вылез, вот заливаю. Да, да, да. Такой витрина. Поэтому нафиг. Я теперь плюшу и мишка вот такой. Ну, зато очень тепло. Тут и горло закрывается очень. Я очень доволен. Я и дома в ней, когда окошко открываю, ну, вот у всяких где, в компуктерном клубе, если полностью закрыть, жарюка от компа, от батареи, открываю немножко сифоник, и я в это сижу. Холодно, когда было отопление, ещё не включили, я тоже в ней ходила дома. Там все это будет? Сладненько будет, конечно, буду. И снова мы в онлайн трейде, второй раз за день. Ты ничего не трогаешь? Нет, нет, это всё я сам буду делать. Я их уберу в ноги. На, держи. Две упаковочки. А сюда телек. И всё. Ну, прям влезает отлично. Сейчас там ещё приберусь. И опущу все духи. Шкода, конечно, просто офигенно большая тачка. Хотя выглядит маленькой. Вся вода между сиденьев поместилась. Тут уже свободно. Вот эти остатки сейчас залью. И всё. И сюда телек закинем. Сиденье сейчас опустим. Ой, мамочка. Рано, рано. Всё, пустая. Идём забирать. Смотрите, какая прикольная здесь функция есть. То есть машина заведена, при этом заблокирована. У меня даже вольво такого нет. Стоит это всё удовольствие. 39,990. И получение крупногабаритных товаров здесь на первом этаже. Слева здесь у нас гарантийное дело, куда я ходил. Как раз сдавать старый телек. О, вы уже даже вынесли. Замечательный. Да, вроде он. Да. Ага. Расписаться, да? Нет, по-другому сделал. У тебя. Угу. Судержи. Всё, спасибо. Перезвоню. Дим. Склиско было. Не может. Склиско? Ага. Ну, больше, чем 55 сюда не влезет. Ага. Ты доволен? Да. Сильно? Да, очень. Будешь подсветкой пользоваться? Да, конечно. И YouTube смотреть без конца, да? Да. А уроки? Родительский контроль поставлю. Час в день. Всё. Прикольно? Она очень здорово работает. Ну, что, ребят, буду заканчивать влог. Телек в целом посмотрели. Кайфовый. Немножко вам заснял демку. Амбилайт, конечно, супер тема. Вообще, в принципе, у Philips очень классная подсветка. У меня тысячу лет назад был Full HD телек. 43, что ли, где 42? Не помню. Тоже самбилайт. Мне очень-очень зашло. Правда, подсветка была не круговая, а только сверху. Ну, всё равно это расширяло пространство. И, ну, так интересно было смотреть контент. Ну, я что-то, правда, хотел попрощаться и начал про телек говорить. В общем, такой экспериментальный влог получился. Надеюсь, вам зашёл. Не судите строго. Я вхожу в ритм. Ну, и не забывайте писать комментарии, ставить лайки. А мы домой спать. Всё. Завтра Катюня у нас вернётся уже. Всё. И домой поедем. Всё, ребятки, пока.